Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные советы. Сегодня у нас 8 сентября и я хочу показать вам перцы. Сейчас вот уже будем убирать вот эти вот желтые перцы, красные перцы. Это открытый грунт. Вот это вот у меня перец Риалта в открытом грунте. Вот видите какие мощные перчины. Ничем не болеет, несмотря на то, что у нас уже в Свердловской области были очень холодные ночи. Но он еще даже видите продолжает свисти. Вот всем рекомендую. Это перец. Это тип ламуия. Это конечно перец просто шикарный. Подойдет как для открытого грунта, так и для теплиц. В следующем сезоне обязательно его буду выращивать и в открытом грунте, и в теплице. Посмотрите какие шикарные перцы. Это Помпео. Вот такой вот богатырь. Посмотрите какой огромный. Просто. Я даже таких вот в супермаркетах не видела. Вот таких вот крупных перцев. Толстостенный, огромный. И вот как можете видеть, также он еще тут цветет. Вот завязывает еще перчики, которые отвалились. Потому что питания-то не хватает. Это уже ничем не подкармливаем. Вот они такие вот красавцы. И также вот здесь вот еще перец. Мне кажется, что это амброна у меня. Потеряла я. улетел у меня стаканчик во время урагана. Грязные перцы, потому что дожди очень сильные шли. Вот. Но почему-то мне кажется, что это у меня амброна перец. Вот такой вот крупный, хороший перец. Дальше. Вот тут вот симета. Он не очень такой, мне кажется, устойчивый. Для открытого грунта он, может быть, не совсем подходит. Но чем он мне понравился, он очень-очень ранний. Мы его уже достаточно много плотов срезали. Он сладкий, хороший перец. Но больше подойдет для теплицы. Так. Ну, бланчина, он совсем не подходит для открытого грунта. Это симета. Вот видите, тоже он для открытого грунта не подходит. Но какой он мощный. Вот в теплице обязательно обратите внимание на симета перец. И тоже вот он еще цветет. Я его буду обязательно выращивать в следующем сезоне, но только в теплице. Вот он. Он по толстостенности, вот как амброны. Видите, какие крупные, хорошие перчины. Ну, вот видите, неустойчиво к понижению температур и к высокой влажности. И сейчас я покажу вам перцы, которые у меня в теплице, так как уже, можно сказать, середина сентября будем уже убирать большую часть перцев. И вот они в мини-тепличке перчики. И тут уже, видите, все стволы упали тяжело им уже. Тут у меня еще не подвязано было, вернее, подвязано было, но к дугам таким низким мы их уже убрали, эти дуги. Вот это вот бланчина, пломбир, который вот тут второй ярус этого текила, мы уже первый-то ярус с них их сняли. Это у меня амброна, который вот среди укропа рос. Паприка венгерская, вот такая. И что у нас? Вот этот текила, вот у меня весь такой уже, ну, можно сказать, красный какой-то, он не совсем, конечно, красный. Клава перец. Клава и Клаудио они очень похожи. Если вы не можете найти где-то в семенных магазинах перец Клава, покупайте Клаудио, они очень-очень похожи, как просто брат с сестрой. Вот вот такое количество перцев завязывается и меня спрашивали, какие я проводила подкормки. Дело в том, что перец очень любит полив обильный, прям вот обильный, литров по 10, по 12, под каждое растение нужно поливать, если вы хотите получить вот такой вот перец. И кроме того, что поливаем мы перчики, мы еще должны его с каждым поливом практически подкармливать, но так как я вносила удобрения Ава и Конский компост при высадке перцев, то я не с каждым поливом затем подкармливала. Хочу показать вот этот бланчин, какой хороший. Упал совсем. Тоже вот, видите, какой толстостенный, очень хороший перец. Мощные тоже перчинки, хорошие. Я подкармливала, перескочила, извините, доброй силой. Подкармливала доброй силой я, наверное, где-то пару раз в месяц. потому что удобрения Ава меня спрашивали уже про него достаточно ли одного внесения под овощные культуры. Я считаю, что под морковь, под свеклу, под капусту, в общем-то, под все в основном культуры, под цветы удобрения Ава, которое, допустим, на один год, его вполне достаточно. Но перцы, огурцы, баклажаны, томаты, им, конечно, все-таки недостаточно одного внесения. Вносим при посадке, при высадке растений это удобрение Ава. Обязательно добавляем любую органику и затем уже, наверное, вот я где-то до конца июля, наверное, не подкармливала. Вот уже с 20-х чисел июля я стала еще дополнительно подкармливать доброй силой, потому что плодов, видите, много. Для того, чтобы плоды были толстые, крупные, дополнительные все-таки приходилось проводить подкормки, но это уже вот с конца июля. Вот. Так что перец легко вырастить, в принципе. Вот это тоже клава. Ну, тут, видите, поливаем вот такие вот тоже капли тут, грязь на них. Вот такие вот мощные, мощные, крупные, хорошие, тут уже ничего не полим. Вот такие вот перчики. Ну, я говорю, я вот таких даже в магазине здесь это не гниль, это когда косили траву и вот сюда какой-то кусочек травы, он прям врезался вот в этот перчик, я потом ее вот этот стволик выковыривала и вот здесь тоже самое. Это повреждение от скоса травы. Вот. Вот это у меня перец ой, ой, господи, Аристотель. Вот это Аристотель, вот этот куст. Тоже очень хороший толстостенный перец, это уже вновь клава. Ну, посмотрите, какие красавцы, ну, это вообще бомбические просто перцы. Вот этот уже перевисел, нужно срочно снимать, видите, уже начинает немножко дрябнуть. Вот, вот, посмотрите, какие. Вот тут вот. О, ну, что это такое, это просто какой-то монстр, а не перец. Вон он какой огромнейший. Ну, красавцы. Это амброны, мой любимчик, очень толстостенный, очень мощный. Мне в этот сезоне писали некоторые зрители, что амброна себя не показал. Нет, амброна очень себя хорошо показывает, но в этом году он не очень крупный, но толщина стенки, я уверена, если вы начнете взвешивать, и вот, допустим, вот этот вот перец Клаудио, который кажется прям, ну, совсем-совсем мощный, я уверена, что он будет легче, чем амброны, потому что амброны это самый толстостенный перец. Также здесь у меня еще, видите, текила, тоже второй вот этот слой, и ирен, ирен начал краснеть. Вот такие красавцы. Огромные, толстостенные, сладкие, очень хорошие перцы. В этом году перчики меня вновь порадовали, я очень довольна урожаем перца. И еще, что хотела, о чем хотела рассказать в этом ролике. перцы. Или, или, наверное, я сейчас закрою, закончу этот ролик, и уже, ну, на примере этой же теплицы сниму следующий ролик. Спрашивали меня о одном из сорняков. Это сорняк паразит, и вот я сейчас о нем расскажу в следующем ролике. Кому интересно, приглашаю посмотреть следующий ролик о перце. сегодня вот эту уже основную массу красных гигантов я, конечно же, сниму. Уже все. И, наверное, в ближайшем времени сниму очередной ролик. Снимала прошлой осенью ролик на тему мои предсказания на осень 2020 года, в котором я рассказывала, говорила о том, какие, по моему мнению, перцы покажут себя очень хорошо в 2020 году и будут очень урожайные. Вот в сезоне этого, этой осени я вновь сниму такой предсказательный ролик. Предсказания мои сбылись. Вот видите, какие красавцы. На этом я с вами прощаюсь. Этот ролик я заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.